Если вы мерзнете независимо от того, насколько теплое и тяжелое у вас одеяло, попробуйте укрываться несколькими слоями. Это могут быть менее тяжелые одеяла по сравнению с тем, что вы обычно используете, но если их будет хотя бы два, воздух задержится между слоями и вам станет теплее. Даже под легкими пледами вы не замерзнете, а если вам станет жарко, вы всегда сможете скинуть один из них. Кстати, некоторые пледы могут буквально обнимать вас, Вы будете похожи на гусеницу в коконе, но поверьте мне, качественный сон того стоит. Чтобы заснуть даже в самую жаркую ночь, попробуйте укрыться влажным одеялом. Используйте этот трюк осторожно. Если ночью похолодает, вы рискуете простудиться. Для тех, кто не готов использовать такой способ, существуют специальные охлаждающие матрасы. Одна вещь, которая точно не должна быть мокрой, когда вы ложитесь спать, это ваши волосы. Сон с мокрой головой не только приводит к повреждению волос и лишнему спутыванию, но и ослабляет иммунную систему и может даже вызвать перхоль. А вот сон в атласном чипце вроде этого напротив улучшит ваши волосы. Они не спутаются и поскольку вы не будете тереться ими, а подушку станут намного более гладкими и шелковистыми. Хм, если бы только у меня были волосы. Шучу. В Гватемале есть специальные куклы, которые помогают лучше спать. Когда человека что-то беспокоит или тревожит, он может поделиться проблемами с куклой и положить ее под подушку. Согласно поверью, эти куклы уносят все беды и помогают крепко спать. Если вы тоже положите куклу под подушку, то на следующее утро проснетесь совершенно отдохнувшим. Ваша любимая плюшевая игрушка вполне может заменить эту куклу. Если вам время от времени снятся кошмары, убедитесь, что вы не едите сыр перед сном. Знаю, звучит смешно, но это научно доказанный факт. Дело в том, что в сыре много бактериальных культур, а они могут вызывать странные сны. Голубой сыр имеет самую плохую репутацию, вероятно потому, что в нем невероятное количество бактериальных культур. В то время, как сыр портит сон, есть много продуктов, которые делают обратное. Например, ягоды. Эти суперпродукты могут повысить вашу продуктивность. Главное – правильно выбрать ягоды. Большинство ягод содержат антиоксиданты, которые помогают улучшить двигательные навыки и память. И чем темнее ягоды, тем больше в них антиоксидантов. Черника – отличный выбор. Помните, что время, когда вы едите, имеет большое значение. Лучше воздержаться от еды хотя бы за час до сна. Обильная пища вечером слишком нагрузит пищеварительную систему. Вечером пища должна быть легкой. Кроме того, одно исследование показало кое-что забавное. Если вы хотите быстрее заснуть, ешьте на ужин то, что обычно едят на завтрак. Бананы, яйца и тосты богаты калием, белком и углеводами соответственно. Все эти элементы помогают расслабиться и заснуть. Так что смело ешьте их вечером. В Китае много интересных традиций. И одну из них оценят те, кто любит дремать после сытного обеда. Людям там разрешается вздремнуть на работе. И это часть корпоративной культуры. Один билет до Пекина, пожалуйста. Если вы не можете поехать в Китай прямо сейчас, Китай может приехать к вам. Вы ведь слышали об акупунктуре? Так вот, вы можете попробовать эти милые акупрессурные клипсы. Они помогут снять стресс и головную боль, и вы будете лучше спать. В ночное время свет очень мешает. Но как бы странно это ни казалось, вам нужен свет, чтобы хорошо спать. Дело в том, что если вы не получите достаточно солнечного света в течение дня, вам будет труднее заснуть, а качество сна может быть низким. Исследование показало, что 2 часа света в день повышает эффективность сна на 80%. Продолжительность сна увеличивается примерно на 2 часа. Специалисты советуют избегать синего света, по крайней мере, за 2 часа до сна. Большинство электронных устройств, таких как телевизор, ноутбуки и смартфоны, излучают его. Синий свет обманывает мозг, заставляя его думать, что сейчас еще день, поэтому он не дает вам заснуть. Если вы привыкли перед сном просматривать ленты соцсетей, возможно, вам стоит носить эти очки. Насколько вы продуктивны? Если вы чувствуете усталость после 8-часового ночного сна, попробуйте расписание сна, которое использовал Леонардо да Винчи. Он спал всего по 20 минут, но каждые 4 часа. Говорят, что это был один из его секретов продуктивности. Одним из недостатков схемы было то, что она мешала сосредоточиться на долгосрочных проектах. Однако этот парень создал кучу крутых вещей, и он определенно кое-что знал о продуктивности. Другой великий ум Никола Тесла не очень любил спать, как и да Винчи. Он придерживался того же цикла сна, который использовал Леонардо, и никогда не спал больше пары часов в сутки. Он утверждал, что однажды работал 84 часа подряд. Может быть, мы все-таки спим слишком много? Некоторые люди делят свой день на две части. Это помогает им успеть сделать больше дел за 24 часа. Например, у некоторых бывших президентов было две смены в сутках. Они просыпались около 7 утра, работали до 2 часов дня, а затем у них был послеобеденный сон. В 4 часа дня они обычно начинали вторую смену, работая до поздней ночи. Возможно, расписание этих знаменитых людей кажется вам не слишком вдохновляющим, а вы просто хотите улучшить качество своего сна. Вот вам совет. Используйте фольгу. Многие люди используют плотные шторы, но фольга на окнах гораздо эффективнее. Она будет отражать и нежелательный свет, и тепло, обеспечивая вам прохладу жарким летом. В любом случае, лучше всего спать ночью. Если вы все-таки не можете обойтись без дневного сна, обязательно поставьте будильник не больше, чем на 20 минут. Хороший способ побороть сонливость – совершить прогулку. Стакан ледяной воды тоже вас взбодрит. Если же вам просто необходимо вздремнуть днем, делайте это не позднее 5 часов вечера, иначе вам будет очень трудно заснуть ночью и не просыпаться до утра. Не только хороший сон может сделать вас продуктивным. В этом поможет обычная жевательная резинка. Если вы жуете жвачку, это увеличивает вашу производительность примерно на 10%. Кроме того, ежедневное жевание жвачки улучшает когнитивные способности, а также снижает уровень гормонов, стресса и прогоняет сонливость. Будьте осторожны с кофеином. Он может как зарядить вас энергией, так и нарушить сон. Помните, что он содержится не только в кофе. Всегда проверяйте этикетки, если вы не уверены насчет ингредиентов. Даже в шоколаде есть небольшое количество кофеина, но его может быть недостаточно, чтобы повлиять на ваш сон. И, кстати, кофе совсем без кофеина не существует. В нем остается около 3% кофеина от изначального количества. Постарайтесь не пить ничего, по крайней мере, за 2 часа до сна, если не хотите просыпаться посреди ночи, чтобы сходить в туалет. Иногда после этого бывает очень трудно снова заснуть, поэтому лишний стакан воды грозит вам бессонницей. Кошки и собаки. Это мило. Но многие убеждены, кровати предназначены только для людей. Домашние животные могут приносить с собой перхоть, блох, шерсть, пыльцу и другие аллергены. Специальный тренер поможет вам приучить питомца спать в собственной кровати. Удачи вам в этом! Моя собака засыпает в своей собственной кровати, но волшебным образом ночью оказывается в моей. Хотя я не против. Если вам не удается заснуть, вы, возможно, не устали. Если вы не можете заснуть в течение 20 минут, вам стоит встать и заняться чем-нибудь расслабляющим. Например, послушайте приятную музыку. Спокойной ночи!